Всем привет! С наступившим Новым Годом, с 2023 годом! Мы притащили пару долгов с собой. Из старого 2022 года пару долгов. Это видео мы должны людям, двоим клиентам мы должны видео. И сегодня мы первые для Кирилла город Можайск. Мы постараемся максимально повторить, в том числе и постарались повторить их цвета, которые им были отправлены. Товар уже отправлен, сравнить мне особо не с чем. И когда колеруешь большое ведро, с маленьким вручную, оно достаточно сильно отличается. Но все-таки цвет вот такой, зелененький, он может быть чуть светлее у вас. Это у нас кварцгрунт, праймер с кварцевым песком. И мы покрываем в один слой или в два слоя. То есть, как я вам уже написала, ваша цель покрыть полностью всю поверхность. Не нужно сразу наносить густо. Раскатывайте. Можно кварцгрунт развести водой. Процентов 5-10 спокойно. И раскатывать. Далее остаток на второй слой запустить. Вот он, видите, как укрывает? Достаточно хорошо. Несмотря на то, что поверхность у нас вот, МДФ. То есть, явно не белая поверхность. Покрываем с помощью валика. Клиент просил максимально подробно, пошагово, прямо объяснить, как и что делать. Потому что у них достаточно непростой способ. Ну, как непростой? Он вроде так и простой, как будто бы, но многоподходный. И покрываем. Обязательно покрываем все углы. Внутренние, наружные. Прокатываем все. Чтобы было все покрыто. Потому что у нас этот слой, он как бы полуфинишный. Ну, так скажем, мягко говоря. То есть, он будет виден. Где не достает валик, используем кисть. Так, еще мы должны видео, если я имя не ошибусь, для Веры, круги. Мы обязательно вам снимем его следующий. Буквально пару дней. Заканчиваем нанесение. Ждем часа четыре. Смотрим, нет ли крупных, каких-то непрокрашенных участков. Если они есть, значит, покрываем второй слой. Мы отправляем всегда штукатурку с запасом. То есть, вам ее должно хватить. Редкий случай, когда не хватает. Вот материал у вас уже получен. Вы прям можете сразу же повторять. Пока выходные. Ждем высыхания часа четыре. И посмотрим, нужен ли второй слой. Высох полностью кварцгрунт. Где-то есть небольшие непрокрасы чуть-чуть. Но мы это покрывать не будем. Я считаю, что в общем фоне, если смотреть, не придираться, он достаточно хорошо укрыл. И мы берем штукатурку тоже зеленого цвета. Она достаточно яркая, но при высыхании немножко светлеет. Это надо тоже учесть. Можно накладывать штукатурку, как уже множество роликов на нашем канале. Типа карты мира. Можно это делать с помощью кельмы. Например, вот так. Напомню, что видео для Кирилла. Город Можайск. То есть, вот так. И отпечатываем вот эти ляпы, островочки. Руку все время переворачиваем, чтобы не было повторяющихся каких-то квадратов. Можно делать так. А можно делать по-другому. Эту же штукатурку можно положить, например, на крышку ведра. И с помощью губки это можно делать. Если вам так будет легче. То есть, возьмем губку. Хорошенько ее. Темпуем таким образом. Вот так можно. Смотрите, как вам будет легче. То есть, накладываем. Вот так прямо обмазываем губку. И тоже переворачивая руку, темпуем. Это так вам легче. Так и делайте. Накладываем на поверхность примерно, ну, я не знаю. Ну, возьмите вот в ширину руки вот так, как удобно. Чтобы вот так не тянуться далеко туда. Вот удобное расстояние. Я также губкой и продолжу. Накладываю штукатурку на крышку ведра. И губкой, поворачивая руку, тампуем. Островочки формируем. Кельма вам все равно пригодится. Чуть позже. Этот образец несложный, но он имеет много подходов. То есть, много раз нужно к нему подойти, чтобы его завершить. Это акцентная стена. Яркая. Мы ее повторяем с видео. Фу. С фото. Клиент прислал фото. И мы к этому фото подбирали образец. Способ нанесения. Вот такие крупненькие тоже должны быть. Смотрите, чтобы не было вот так вот все не мельчило. Чтобы не было много-много мелких. Немножко крупных тоже должно быть. Если что, можно всегда добавить. Не забывайте руку переворачивать. У кварцгрунта расход в среднем, в данном случае, 250 грамм на квадратный метр. Я бы даже сказала, 200-250. А у самой штукатурки мы используем лофт в данном случае. У нее будет здесь расход примерно 600 грамм на квадратный метр. В онлайне мы считаем 800, чтобы людям хватало. Лучше пусть останется немного, чем не хватит. Очень обидно. Бывает. Докупать. Нам нужно будет пригладить вот эти вот островочки. И для того, чтобы их пригладить, нужно чуть-чуть подождать, когда штукатурка немножко подсыхает. Не полностью высохла в комок, а подсыхает. Это становится видно, когда она перестает блестеть. Вот посмотрите, здесь блестит, видно влагу. А там она уже подсыхает немножко. Я все-таки доделаю участок, потому что он небольшой. А вы наносите, наносите. Видели, подсохнет. Пригладили. Дальше берем губку, дальше наносим. Снова пригладили следующий участок. И лучше это делать вдвоем. Не умеючи, если без опыта, лучше делать вдвоем. Очень хорошо, когда кто-то стоит сзади и смотрит. Это, конечно, бесит. Но это так будет правильно, потому что человеку со стороны виднее. Куда добавить? Так, пока подсыхает штукатурка одна минута. У меня к вам такая просьба. Мы снимаем абсолютно бесплатные видеоуроки для всех-всех-всех желающих. У нас нет каких-то пока что закрытых видеоуроков. Они все у нас в открытом доступе. И мы все это делаем для вас бесплатно. Чем вы можете нам ответно помочь? Нам тоже нужна ваша помощь. Я так хочу очень коротко сказать, что это достаточно дорогое удовольствие. То есть покупать вот этот МДФ, тратить на него материалы, тратить человеческие свои ресурсы, свое личное время. Это достаточно трудоемко и тяжело. И вы чем можете помочь? У нас нет монетизации. Вот, например, на Дзене. Та реклама, которую вы смотрите, мы за нее ни копейки не получаем. Нам не платят за эту рекламу вообще. У нас есть какая-то небольшая монетизация за активность подписчиков. И чем вы нам можете чем помочь? Комментарии, лайки, репосты. Вот это мы от вас просим обратно, пожалуйста, если не трудно. У нас хотя бы... То есть вы пишете комментарии, вы репостите куда-то на свою страницу понравившееся видео и лайкаете, ну делитесь, лайкаете и пишете вот эту активность. И мы хотя бы на эту какую-то там небольшую сумму сможем купить себе вот эти планшеты. Вот это бы я хотела, конечно, очень. Но это что касается Дзена. На Ютюбе уже и это не работает. Но на Ютюбе подписчики и так активные. Слава Богу, спасибо. На Ютюбе прямо очень активная аудитория у нас. Они прямо пишут, все там обсуждают. Спасибо, да. Ну вот на Дзене хотелось бы побольше активности, особенно репостов, лайков и комментариев. Так, ну что, берем кельму. Она должна чистая быть. Я возьму просто тряпочку, намочу ее и буду этой тряпочкой протирать кельму периодически. Во-первых, она будет влажная. На влажную кельму не залипает штукатурка. И если есть рядом влажная тряпочка, то всегда можно убрать излишки. Вот так. Приглаживаем верхние части, сильно не давим, не нужно их размазывать. Их нужно немножко пригладить, вот так. Чтобы остался островочек такой. Это нужно будет сделать два раза. И тоже разные стороны. Соблюдаем вот эту хаотичность. Разносторонними движениями. Сейчас мы ее пригладим. И через минут 10 снова еще раз пригладим, чтобы верхушки еще были гладкими. Слава богу, штукатурка позволяет это сделать. Поворачиваем руку все время в разные стороны. Продолжение следует. И после того, как вы первое вот это сделали, поджатие, вы смотрите, нужно ли куда-то добавить. Я не считаю, что нужно. Но вам, если захочется вот сюда покрупнее, вы можете просто взять штукатурку. Вот вы захотели сюда добавить, взяли немножечко и добавили. Вот так. Еще куда-то захотели, еще так же взяли и добавили. Смотрите, полоса некрасивая. Я ее сейчас оставлю, но здесь было очень жирное пятно, и я его провела вот так. А нужно было его вот так вот размазать. То есть в разные стороны. Все, оставляем минут на 10. Минут на 10 и вернемся к нему, к этому образцу. Немножко подсохло, и мы еще раз пригладим, чтобы не было вот этих вот остреньких краев. Смотрите, чистая кельма влажная. Вот так ее держим немножко под углом. Не вот так пока что, а вот так. И так же, разносторонними движениями, смотрите, более ровный встает край. Вот как тут торчит, и как здесь более гладко. Вот, например, здесь гладко встает, и здесь вот как торчащие. Вот, вот для чего мы возвращаемся еще раз. И теперь оставляем полностью сохнуть уже на сутки. Сутки высыхает, возвращаемся снова к нему, и не переключайтесь. Воск не колерованный, и воск колерованный вот такой вот синий. Будем покрывать такими облачками. Губку предварительно лучше смочить в воде. Смочить ее, я специально взяла вот ведро с водой, рядышком поставила, на всякий случай. То есть губку лучше смочить и выжать. Для чего? Для того, чтобы меньше была впитываемость в губку. То есть, чтобы внутри губки не оставалось много воска. Так, смочили, выжили. Берем сначала колерованный, макнули. Ну, лучше, конечно, ванночку специальную использовать, но мы по-колхозному так. И круговыми движениями втираем, но не полностью, а вот такими вот участками, скажем так. С такими облачками, плавно переходящими друг в друга. Дальше возьмем неколерованный воск. Обратную сторону губки я возьму. И покрываем, защищая поверхность и растушевывая вот эти края. Вот так. Ну, то есть, чтобы не было четкой границы, а чтобы край был такой, как бы, растушеванный, рваный. Вот так. Воск придает нам дополнительный цвет и защищает поверхность для того, чтобы можно было мыть. Вот видите, немножко подсохло. И уже край растушевать сложнее. Ловите для себя момент. Это не последний слой. Так, дальше я буду наносить участки неколерованного. Остаются немножко полосы. Вот эти полосы также растушевываются с помощью губки. Вот так убираем их. Возьму дальше колерованный. И вот таким вот образом, облачками, смешивая между собой яркий цвет и неколерованный. Можно также местами оставлять непрокрасы внутри. Вот так. Можно немножко вот так оставлять. Тоже, может быть, будет это интересно. То есть здесь, грубо говоря, неполное покрытие. Я думаю, что нужно немножко губку, для чего нам вода, губку немножко помыть. Очень хорошо, если рядом есть вода, руки тоже помыть. Не всегда рядом. Так, немножко мне нужно еще неколерованного, чтобы растушевать края. Вот так. Чтоб не было полос. Обязательно одежду рабочую. Очень легко испачкать и потом отстирать очень трудно. Когда люди приобретают у нас декоративные штукатурки, мы все это максимально подробно описываем. В переписке, в том чате, где общаемся, мы все это максимально описываем. Но не всегда бывает понятно по написанному. И иногда приходится вот видео снимать. То есть, если человек купил у нас штукатурку и у него что-то не получается, вы можете попросить видео, если такого еще нет на нашем канале. Мы для вас его снимем. Для наших покупателей. Я бегала сполоснуть губку. И теперь еще я по верхушечкам хочу пройтись. Снять излишки. Оставим сохнуть. Пусть до завтра сохнет. Я могу что сказать. Регулируйте, пожалуйста, темный и светлый. Можно сделать, например, немножко совсем темного цвета. А светлого больше. Это уже все на ваше усмотрение. Мы кладем примерно пропорции поровну. То есть, допустим, банка колерованная, банка не колерованная. Но здесь у нас четко видно, что здесь у нас темного процентов 70. А вы можете его уменьшить. Ждем высыхания и продолжим. Высохло что-то у нас. И сейчас мы будем это лазурями покрывать. Ну, чтобы приблизить к желаемому эффекту. Лазурь бронза. Ну, я думаю, что на крышечку ее вот так нальем. И будем отсюда. Оп. Вот такая. Ну, и пробуем. Надо прямо по всей поверхности. То есть, там много золота и бронзы. Много. Оно даже чуть ли не полностью покрыто вот так. Я бы даже сказала, где-то прям вообще вот так прям покрыто. Полностью. На фото. Ну, хотя на фото, знаете, я вам показывать не буду. А то вы скажете, вот, это не похоже. Ну, я это вижу так. Я считаю, что это похоже. Что именно так нужно делать образец. Для акцентной стены очень даже и, может, и неплохо. Может быть, кому-то ярко. Вкусы у всех разные. Я была сначала в кофте, потом снова в кофте, а сейчас я в футболке. Мы тут все ругались, ругались на нашего арендодателя, что нам холодно, нам холодно, нам холодно. В итоге здесь сейчас такая жара, а теперь мы будем говорить, нам жарко, нам жарко. Вечно недовольные, называется, арендаторы. Жарко, нам жарко. Ну, а нет, не надо убавлять, а то потом станет снова холодно. Лучше проветрить лишний раз. В некоторых местах остается такая, как сеточка. Вот эта вот. Оставьте ее тоже. Она достаточно симпатично смотрится. На заднем фоне упаковка идет. Со звуком ничего поделать нельзя, иногда шумы. Мы еще не приобрели себе 500 квадратных метров, чтобы до такой степени разделиться. Ничего не поделаешь, и паковать надо. Смотрите, когда мы покрываем лазурью вот этой бронзовой, у нас еще размываются вот эти вот края. И становится более симпатично. А дальше мы еще покроем. Еще не переключайтесь, итоговый результат, я думаю, все хотят увидеть. Да и я тоже хочу его увидеть. Немножко добавим еще золота белого. Если вы думаете, что вам лазури мало, можно разбавить ее водичкой процентов 10 смело. А также можно разбавить ее лаком или прозрачным воском, не колерованным. Воском-базой, который у вас в комплекте. Лазурь достаточно концентрированная. И от того, что вы ее разбавите, не поменяется даже ее насыщенность. Не уменьшится. Так, еще один момент, который мы обсуждали. У нас очень много таких образцов. Бесхозных остается. И у нас нет места, чтобы их хранить в таком количестве. Желающие приобрести вот образец как картину. Не обязательно этот. Я не говорю, что этот. Но какой-то другой. Может быть, с видео вам понравился. Продаем. Отправим вам. Также с помощью транспортной компании. Как картину. Смонтируем крючки. Даже при необходимости. И... Может быть, вот этот край как-то оформить, да? Ну, то есть, как картину. Можно тоже приобрести. Так, и теперь повторяем то же самое, но только с белым золотом. Чуть-чуть. Белое золото. Иногда еще его называют жемчуг. Пусть будет жемчуг. Вот так. Ну, местами, наверное, да? Сейчас посмотрим, как пойдет. Так. Пусть будет жемчуг. Сильно на губку не давим, слегка нажимая. Все. Я думаю, все остальное будет уже лишним. Я надеюсь, что это именно то, чего вы хотели. И вам понравится. А даже если это не то, чего вы хотели, то это вам понравится больше. И спасибо за покупку. Обращайтесь к нам снова. Надеюсь, у вас все получится. А если где-то что-то будет не получаться, обязательно пишите, звоните и задавайте вопросы. И обязательно вместе мы победим ваш ремонт. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.